Здравствуйте! Несколько уроков назад я очень быстро объяснила, почему сторона-сторона угол не является постулатом равенства треугольников. А в этом уроке я хочу это объяснить подробнее. Итак, предположим, есть треугольник. Вот такой треугольник. Нет, нарисую по-другому. Предположим, треугольник выглядит вот так. Боже мой, для меня это проблема нарисовать ровно. Треугольник выглядит так. И предположим, что мы нашли еще один треугольник, у которого одна сторона равна одной из сторон данного треугольника, вот этой. И соседняя сторона… Думаю, любая сторона треугольника является соседней по отношению к двум другим. Соседняя сторона у второго треугольника равна вот этой стороне первого треугольника. А также является одной из сторон угла. То есть с третьей стороной она формирует угол. Вот здесь. Эти углы у первого и второго треугольников равны. Видите, что первая сторона не формирует этот угол, то есть противолежит ему. Только вторая сторона является одной из сторон этого угла. Итак, сторона – сторона – угол. Откуда мы знаем, что это само по себе не значит, что треугольники равны? Не мешало бы доказать, что такое равенство могло бы означать, что данные треугольники не равны. Вот, предположим, мы знаем, что у второго треугольника есть такой же угол, как этот, обозначенный желтым. Это, в свою очередь, означает, что голубая сторона будет выглядеть вот так. Так же, как и в первом треугольнике. Об этой нижней стороне давайте я наведу ее зеленым. О зеленой стороне мы ничего не знаем. Не было сказано, что у обоих треугольников эта сторона равна. Ведь под равенством сторона – сторона – угол подразумевается, что эти стороны равны, эти стороны равны и эти углы равны. Тогда эта зеленая сторона может иметь любую длину. Мы не знаем ее длину. Теперь вот эта лиловая сторона. Это еще одна сторона, равная для обоих треугольников. И мы ничего не знаем об этом угле. Т.е. лиловая и голубая стороны могут образовать любой угол. Но лиловая сторона должна достать до зеленой. И это возможно только в одном случае, когда треугольники получатся равными. Т.е. лиловая сторона могла бы быть расположена вот так. И в этом случае треугольники были бы равны. Но есть одно «но», причина, по которой сторона – сторона – угол не является постулатом равенства. И она в том, что лиловая сторона могла бы быть расположена и вот так. Т.е. лиловая сторона может двумя способами доставать до основания. Можно так назвать зеленую сторону. Вот так или вот так. Вот почему сторона – сторона – угол сам по себе двусмысленный признак равенства. Он не дает достаточно оснований полагать, что два треугольника равны. Но есть особые случаи. В этой ситуации выбранный нами угол был острый. Это острый угол. Один из углов, вам известенный он, является острым. Тем не менее, любой из двух других углов может быть тупым. Помните, что острый означает меньше 90 градусов, а тупой – больше 90 градусов. Т.е. все равно любой из двух других углов может быть тупым. Поэтому это не означает равенство треугольников. Одно дело, если два других угла также являются острыми. Т.е. этот угол острый и этот. Этот острый и этот. Но ведь у второго треугольника этот угол может быть острым, меньшим по величине, тогда третий его угол будет тупым. Т.е. этот угол тупой. И в одном треугольнике не может быть два тупых угла. Т.е. не могут два угла одного треугольника быть больше 90 градусов по величине. Вот почему все-таки есть вероятность того, что треугольники равны. Если есть другой треугольник, который выглядит вот так, треугольник, в котором вот этот угол тупой – это угол, упомянутый в признаке «сторона-сторона-угол». И, предположим, есть еще один треугольник, в котором соответствующий угол равен вот этому углу первого треугольника. Также одна из сторон, прилежащих к нему, равна соответствующей стороне первого треугольника. И стороны, противолежащие этому углу, у обоих треугольников равны. Тогда признак «сторона-сторона-угол» не такой уж и двусмысленный, так как если попробовать нарисовать… Вот давайте нарисуем тупой угол второго треугольника, такой же, как у первого. Помните, мы ничего не знаем об этой стороне основания, так как у обоих треугольников эти стороны не обязательно должны быть равны. Значит, длина этой стороны может быть любой. Но мы знаем, что вторая сторона этого угла у второго треугольника должна быть вот такой длины, т.е. она должна выглядеть вот так. И также знаем, что эта сторона, давайте на виду и оранжевым, эта сторона по длине также будет равна соответствующей стороне первого треугольника. Правда, ничего не сказано об этом угле. Значит, оранжевую сторону можно провести как угодно. Но есть только один способ, при котором оранжевая сторона достигла бы основания треугольника. Вот такой единственный способ. В этом случае больше ограничений, т.е. этот случай не двусмысленный, так как равный для обоих треугольников угол в этом случае тупой, а это накладывает ограничения на вид второго треугольника. И все же признак сторона-сторона угол не стоит использовать как постулат равенства треугольника. Но я просто хотела, чтобы вы поняли, что есть особый случай. Если угол, упомянутый в признаке сторона-сторона угол, является тупым, то такой случай равенства треугольников имеет место быть. И, наконец, есть еще один особый случай. Вот это – двусмысленный случай с острым углом, вот это – случай с тупым углом, а есть еще что-то среднее между ними – прямой угол. Т.е. угол, упомянутый в признаке сторона-сторона угол – это прямой угол. Т.е. если было бы так, вот если бы здесь был прямой угол, затем основание неизвестной длины, но вот эта сторона имела бы конкретную длину, так как она равна соответствующей стороне другого треугольника. Следующая сторона также имела бы конкретную длину, причем эта сторона была бы противолежащей по отношению к прямому углу, т.е. это была бы гипотенуза прямоугольного треугольника. Тогда можно было бы построить треугольник одним единственным способом, так же, как и в случае с тупым углом. Если нам известна длина гипотенузы, то гипотенузу можно провести только так. И это, собственно, приводит к другому постулату, называемому «прямой угол – сторона гипотенуза», который является особым случаем признака «сторона-сторона-угол», а именно, случаем, когда угол является прямым. А в этом обозначении угол стоит первым, можно его рассматривать как «угол-сторона-сторона». Также этот постулат должен быть более осмысленным, так как, если вы знаете две стороны прямоугольного треугольника… В плейлисте по геометрии урок на эту тему будет позже, но, возможно, вы уже знакомы с тем, что по теореме Пифагора всегда можно вычислить третью сторону. Итак, если есть такие данные о любом прямоугольном треугольнике, то вы всегда сможете найти его третью сторону. Тогда и постулат «сторона-сторона-сторона» будет справедливым. Я просто хотела показать вам этот особый случай. Но, в общем, важно то, что нельзя просто так использовать признак «сторона-сторона-угол», пока у вас нет еще какой-либо информации о треугольниках. На сегодня все. До встречи на следующем уроке!